Здравствуйте, добрый день. Как обычно по пятницам мы в доле с удивительными женщинами, которые меняют мир к лучшему, занимаясь бизнесом, занимаясь любимым делом, ухитряются внести свой женский стиль в этот самый бизнес и преобразить его, сделать его каким-то иным, гораздо более комфортным и юзер-френдли. У нас сегодня в гостях заместитель генерального директора, финансовый директор ОАО КАМАЗ Елена Милинова. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Вот, наверное, это тот самый случай, когда, ну просто удивительно, как вообще женщина оказывается в таком, казалось бы, мужском по стилю бизнесе и наверняка вносит в него свои чисто женские коррективы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит ваше, в чем ваши обязанности в ОАО КАМАЗ? Собственно, что вы там делаете? Обязанностей много, как и у любого финансового директора. Круг достаточно стандартный. Казначейство, контролинг, инвестиционное планирование, управление собственностью, корпоративное управление. Компания КАМАЗ, она большая, то есть у нас порядка 150 еще дочерних компаний, которыми тоже, конечно, надо управлять. Это отнимает много времени. Поэтому мне приходится, помимо того, что я еще на КАМАЗе работаю, входить в состав совета директоров совершенно неожиданных бизнесов, которые принадлежат КАМАЗу. Например, я председатель совета директоров нашего аэропорта. Ух ты, да вы что? Так что приходится, да, разными бизнесами интересоваться. Ну и еще там несколько компонентных производств тоже, где я являюсь членом совета директоров. Эти производства, это наши СП с иностранными партнерами, поэтому можно посмотреть на разницу в управлении, в этих стилях управления между российскими компаниями, компаниями немецкими, компаниями американскими. У нас их достаточно много, целых 8 штук. Ну, понимаете, когда красивая женщина говорит, я работаю на КАМАЗе, уже возникает какой-то когнитивный диссонанс. Это правда. Да, правда, не только у меня, наверное. Все представляют финансовым директором такого брутального усатого мужчину, который, ну так, уверенно рассказывает о технических всяких особенностях грузовика. Я тут же, кстати, интересуюсь ими, но, наверное, все-таки не могу достаточно детально рассказывать нам о производстве, о самом конструкции автомобиля. Но кое-что уже знаю за 7 лет работы. Ну, а вот интересно, действительно, нужен ли был брутальный мужчина на такой должности? И когда вам предложили работать на КАМАЗе, или вы сами попросились работать на КАМАЗ, как вообще случилась ваша встреча с этим брендом? Меня пригласили работать на КАМАЗ. Меня уговаривали где-то полгода, чтобы я пришла на КАМАЗ. Но когда звонили мои друзья-банкиры и говорили, что КАМАЗ ищет себе директора по корпоративным финансам в тот момент, который бы занялся сделкой с Даймлером, поиском стратегического инвестора и так далее, я, честно говоря, говорила, а где это КАМАЗ? Мне отвечали в набережных Челнах. А вы были в Москве? Да, да, я работала в Москве. Я прям сразу даже не отвечала больше на телефонные звонки. Говорю, не интересует, не хочу уезжать никуда. И в тот момент я была финансовым директором в нефтегазовой компании. Что тоже неплохо. Что отлично, конечно, казалось бы. Но проработав там где-то год, я поняла, насколько скучно мне работать в нефтегазовом секторе. Потому что там все хорошо? Потому что там все по-другому. Потому что там не такая конкурентная среда. Потому что люди там по-другому видят бизнес. В автомобильной промышленности, то есть до нефтянки я работала в Солерсе, поэтому вся моя жизнь, она как-то с автопромом была связана. И в автопроме настолько сильная конкуренция, ты не можешь позволить себе расслабиться. А уровень рентабельности маржа настолько маленькая, что любая твоя промашка, там, нечаянно проинвестировал не туда, не тот грузовик какой-нибудь разработал, все. То есть компания практически банкрот. Здесь цена ошибки очень высока. А вы такая рисковая женщина. Нет, я просто люблю, люблю сложные задачи, люблю сложные задачи. Мне кажется, автопром, он намного интереснее и сложнее. В нефтяном бизнесе операционная часть для финансового директора не очень сложная, не очень интересная. Интересны только разработки, там, где есть над чем подумать. Вот, и потом меня все-таки уговорили прийти на встречу с Кагогиным, это генеральный директор КАМАЗа. Уговорили так, говорят, ну, уважаемый человек, Лена, нужно прийти, но откажешь ему сама. Подождите, а кто вас, вас хедхантер уговаривали? Или вот вы говорите, мои друзья-банкиры. А почему ваши друзья-банкиры были так заинтересованы в том, чтобы именно вы оказались в КАМАЗе? Это была компания «Тройка Диалог», они владели акциями КАМАЗа, и они собирались их продавать. Поэтому они были заинтересованы найти того, кто сможет компанию подготовить для того, чтобы потом продать ее стратегическому инвестору или сделать IPO. Ну, и мы работали до этого, они знали мои возможности, поэтому уговаривали меня. Я пришла на собеседование к Кагогину, и я сама не поняла, как я оказалась в набережных Челнах. Просто я все там обнаружила. Парфюм с феромонами или что? Ну, какие были аргументы у него все-таки? Ну, наверное, я же что-то, он такое предложил, от чего нельзя было отказаться. Объяснил свои подходы к поиску работы. Всегда я выбирала работу не потому, какая компания мне предлагает работу, или там сколько денег мне заплатят, или какие-то задачи необыкновенно интересные стоят. Я всегда выбирала ее по тому, насколько мне нравился руководитель. А руководитель мне нравится всегда по двум причинам. Я должна иметь возможность от него чему-нибудь научиться, и человек должен быть хорошим. То есть человек должен быть без гнильцы. Чтобы я приходила на работу и знала, что я хочу работать в этой компании. Я доверяю ему, и он доверяет мне. А как это можно, наверное, на собеседовании одном первом определить, с гнильцой или без? Поделитесь секретов. С гнильцой или без? С гнильцометр изобрели? Как же гнильцометр измеряю я, да. Ну, наверное, вот из всех моих положительных качеств, которыми я обладаю, это, наверное, самое важное. Я, в принципе, чувствую людей. Интуиция. Интуиция, может быть, просто опыт прошлый какой-то, да. Я и когда себе людей на работу подбираю, для меня это тоже очень важный параметр. В принципе, коэффициент ошибки у меня очень маленький. Ну, там, из десяти человек я могу ошибиться в одном. И то не в плане гнильцы, а в плане, может быть, результативности или коммуникативности. Но вот гнильцу чувствую заверсту. Даже, то есть вас не обманула бы никакая акула шоу, акула бизнеса? Пока не случалось в жизни. В общем, вам понравился ваш будущий класс? Понравился. Понравился, я поняла, что с ним, во-первых, он такой настоящий русский человек. Вот знаете, которым можно гордиться. А для меня, в принципе, я достаточно патриотичная личность. Мне как бы хотелось для этой страны, для этого общества быть полезной. Ну, в нефтянке это не очевидно. Не очевидно. Хотелось сделать что-то хорошее тоже в жизни. Чувствовать свою значимость какую-то социальную. Мне кажется, это очень важный аргумент вообще в жизни человека. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым и реализованным. Ну, не всё измеряется деньгами или властью. Хотя у всех очень разные, конечно, мотивационные вот эти матрицы основополагающие. Но у меня это вот одна из главных мотивационных, так сказать, вещей. Я хочу пользу принести этой стране, этим людям, семье, с которой я живу рядом. Для меня это важно. Ну, в общем, КАМАЗ, наверное, один из тех как раз российских, чисто российских брендов, несмотря на Даймлера и прочее, которые в любом случае приходят на ум в первой десятке. Что такое, что мы производим, чем гордится Россия и так далее. Наверное, это был, с одной стороны, действительно такой шаг, может быть, эмоциональное решение. Да, такой, ну, может быть, немножко спонтанный рывок. Да, вот, да, это патриотизм. А с другой стороны, ведь, ну, это такой вызов прийти и развивать, и ещё и не в Москве, и уйти из центра на периферию. Ну, на самом деле, как выяснилось, жить на периферии значительно удобнее, чем в Москве. Особенно, если у тебя маленькие дети, жизнь становится намного комфортней. Потому что в Москве, конечно, там, допустим, я не могу встречаться с друзьями и ходить в те места, там, рестораны, бары, я не знаю, какие-то концерты, которые я могла посещать здесь, в Москве. Но, в конце концов, я могу приехать всегда в Москву. Так, а потом, когда ты живёшь в Москве, у тебя на это всё равно никогда не хватает времени, или ты не успеваешь туда доехать. Продолжим после новостей. Сегодня с нами в доле заместитель генерального директора финансового директора ОАО «КамАЗ» Елена Мелинова. 65 10 99 6 – наш московский телефон. Если вам захочется оставить комментарий в интернете, заходите на страничку «Финам.ФМ», ищите раздел «В доле» и общайтесь с нами удобными вам способами. В общем, получилось, что ваш бизнес такой был немножко связан с таким дауншифтерством, да, из московских гламурных джунглей в простой набережной Челнинский, такой комфортный быт. Да, ну можно, наверное, и так сказать. Но в плане работы это не было дауншифтерством, это была новая планка. Требовалось, в принципе, заново отстроить финансовую службу в компании. Я собрала такую отличную команду сейчас. В принципе, это удивительно, да, что я нашла большинство людей именно в Челнах. И квалификация у них высокая, да, и с точки зрения как бы личностных характеристик, да, результативности, ответственности, да, разделения там общих ценностей. Я не уверена, что я в Москве могла бы добрать такую команду себе. Это очень интересно. Как та, которую я нашла себе там. А это было принципиальным искать людей именно? Да, это было абсолютно принципиально. Потому что я считаю, что для того, чтобы менять что-то, да, ты, конечно, должен быть подкреплен хорошей, сильной командой. Я вообще абсолютно не боюсь, да, брать на работу людей, которые в каких-то вопросах разбираются лучше, чем я. Потому что я не умею работать административно, да, раздавая там указания и принимая потом. Мне кажется, что человеку достаточно ставить задачи, а потом, то есть, если у него какие-то затруднения с их решением, просто предлагать свою помощь и плечо, да. Для этого, наверное, руководитель и нужен. Вот. Ну, а откуда тогда в челнах такое количество этих самых профессиональных компетентов? Вы знаете, как самое странное, что они работали на КАМАЗе. Просто они не занимали такие высокие должности. Мне пришлось довольно долго разбираться в том, кто есть кто, да, для того, чтобы этих людей продвинуть, да, их поставить на, там, свои, сделать их своими непосредственными подчинёнными. Ну, я очень довольна. И они довольны. И мне кажется, сейчас действительно, да, получилось так, что это люди единомышленники. Они хотят общаться не только на работе. Мы встречаемся и вне работы. Часто встречаемся, например, у меня дома или куда-то ходим вместе, вместе с жёнами, мужьями, там, со всем коллективом. Но вы говорите, что жизнь ваша в челнах стала при этом спокойнее намного, чем была в Москве. Спокойнее, с точки зрения быта, конечно, безусловно, потому что всё очень рядом. В Москве, живя в семи километрах от офиса, мне приходилось, ну, не то, что приходилось, то есть мне было быстрее ходить домой пешком. Ничего себе. Это занимало час двадцать. Если на метро ехать не хотелось, потому что я не очень его люблю, ехать на машине бы занимало столько же времени. Ну, так рационально рассудив, я решила, что это вместо физкультуры воздухом дышать. Ну, да. Вам, когда делали предложение переехать на КАМАЗ и в набережные Челны, вот именно эти бытовые условия вас манили ими, нет? Бытовыми условиями? Мне кажется, просто для, я не знаю, для меня, для женщины и для мамы, у вас, сыну 10 лет, да, это достаточно драматичное решение уехать в другой город, менять школу, менять привычки, секции, музыкалки, всё-всё-всё-всё, да, даже бог с ним, с моей жизнью. Но выстроить заново всю вот эту вот схему бытийную в семье на новом месте очень сложно. А вдруг, наоборот, действительно, вам сразу описали бонусы новой жизни на новом месте? Или вызов, главное было вызов. Это было сложно, да. Но я, честно говоря, испытываю лёгкое чувство вины, испытываю лёгкое чувство вины, потому что я не смогла справиться со своей страстью, да, то есть мне хотелось этой, этой работы, этого вызова, да, то есть мне... Вы смотрели фильм Джобс «Уберия страсти»? Ну вот я, посмотрев этот фильм, поняла, что разделяю, разделяю чувства этого человека. Многие люди, ну это я смотрю комментарии о фильме не очень хорошие, да, мне кажется, люди просто не поняли, да. Дело в том, что у человека была страсть к тому, что он делает, и это было сильнее его каких-то личных отношений. Он там, показывается, выгнал там свою беременную девушку, да, он рыдал от этого, да, но он не мог ничего сделать. Ну мне кажется... Его работа, она была для него, вот его дело это, да, оно было больше, чем всё остальное. Я бы не назвала это словом страсть, потому что страсть, как мне кажется, это всё-таки, ну, во-первых, что-то негативное, всё-таки грех, страсть это грех. Ну по-английски, мне кажется. А во-вторых, это какое-то краткосрочное состояние, страсть загорелся, перегорел, выгорел напрочь, остался на выжженном поле. Наверное, то, о чём вы говорите, да, вот patience, это сложно перевести на русский язык одним словом, но мне кажется, что это просто, ну вот, как сказать, это профессионализм. Ну, может быть, но это... Хотя я сомневаюсь. Нет, теперь всё отлично, но в тот момент, когда я принимала решение, я думала, конечно, о том, что для него это решение не самое лучшее, смена школы. Ну, тем более в Татарстане, вы знаете, обязательный татарский язык, и когда его начинаешь учить не с первого класса, а позже, ну, ребёнку тяжело, конечно. А тебе нельзя отказаться? Нет. Ничего себе. Семь часов в неделю. Вот это да! Ну, я считаю, любой язык это плюс. Ну, конечно, тем более тюркский язык это хлеб. Ничего себе, слушайте, я училась в Советском Союзе на Украине, и у нас можно было отказаться от украинского языка. Нет, в Татарстане это обязательно. Вот так, железко. Количество часов русского и татарского одинаковое. Как интересно. А вам приходится как-то иметь дело с татарским языком? Вы знаете, я, честно говоря, нет, не освоила пока. Ну, могу, конечно, поздороваться по-татарски. Ну, в Татарстане всё-таки достаточно большая русская диаспора, да, там где-то 50%, ну, по крайней мере, в Челнах 50% татары, 45% русские и другие национальности 5%. То есть там не чувствуется так уж сильно, да, ну, как бы, что ты приехала совсем уж в место, где живут одни татары. Совсем уж из Москвы. Да. Я, честно говоря, как и все москвичи, обладала, ну, какими-то мифическими знаниями о Татарстане. Мне казалось, это такая вот мусульманская республика. Как же там будут относиться к женщинам? Может быть, как-то по-особенному? К женщинам-начальникам? Тем более, да, оказалось совсем наоборот. Мне, кстати, очень нравится Татарстан. Удивительный регион, ну, поскольку я сама из Тольятти могу сравнить. Действительно, то есть то, что они сделали за эти годы, за последние, они относились к своей вот республике, как к родине, да, и это важно. То есть они за это время там в Казани вырастили город-сад. Сейчас они занимаются развитием нашего вот Камского, так сказать, узла промышленного. Елабугу развивают, деньги туда вкладывают, заботятся об этом, то есть. То есть жизнь и пиль, да? Стараются людей привлекать, да. Действительно, да, это правда, да. А расскажите, кстати, вы из Тольятти родом, расскажите, какое у вас образование, с какой вы семьи вообще? Как так? Хорошо. Как так вы сформировались в такую вот прекрасную Елену Милинову, финансовую директоровую КамАЗ? Моя мама и мой отец работали на автовазе. Они были инженеры. И мы жили в Тольятти, я там выросла. Потом наступили очень сложные времена, 95-е, там 90-е годы, 93-95-е. На автовазе нам там родителям давали зарплату книжками, я не знаю, там шуб, пуховиками, сахаром и так далее. На самом деле в регионах было безумно сложно жить в тот момент. И я как раз подросла, и меня нужно было учить. Автоваз создал колледж совместно с Автовазбанком. Они были тогда достаточно, Автовазбанк был достаточно богатой структурой. И в этот колледж определили учиться детей автовазовских руководителей и позволили туда поступить тем, кто сдал экзамены на все пятерки. Ну, примерно так, умные и дети богатые. Да, да, да. Ну, я не могу сказать, что дети богатых родителей были все там как бы необразумные, неграмотные или глупые. Они тоже были отличными ребятами. И вот так нас там и учили. Собрали базу из лучших учителей. В принципе, все, что я выучила, я выучила там. Английский, я выучила, то есть, IT, я умею пользоваться, да, там базами всеми программы. Настолько, насколько это надо финансисту. И потом я уже на пятом курсе института устроилась работать в PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers — это отличная школа для любого финансиста. У нас была совсем недавно в гостях один из управленцев, Екатерина PricewaterhouseCoopers, и она как раз так хорошо рассказывала о наших девочках, про которых как мы любим, и как мы их греем, и как мы их потом выпускаем в жизнь, если они хотят, то у нас все выпархивают в какие-то пространства прекрасные. Вот так, да? Да, четыре года в PricewaterhouseCoopers я отработала в Тольяттинском офисе. Это отличная школа. Рекомендую всем, кто думает о тарелке финансов. А вы учились на эконом-факе, да? Да, да. Финансы и кредит у меня был факультет. Ну, такая Тольяттинская академия. Кстати, декан наш Волков, он декан Сколкова уже в последнее время, бизнес-школы Сколкова. То есть там достаточно неординарная компания была собрана. Это был нестандартный вуз. Но при этом все равно, поскольку вы выросли в городе автомобилестроения, и, в общем-то, и колледж у вас был при этом деле, все равно вас туда оттянуло. Ну, поскольку я работала аудитором в Тольятти, аудировала я АвтоВАЗ и Солерс. Ну, Автопром, там обычно по отраслям есть распределение в аудиторских компаниях. Вот, Солерс был моим клиентом. Работали мы с ними два года. И они позвали меня на работу к себе в Москву. Я переехала в Москву. В Москве поработала в Солерсе. Не очень долго. Мы сделали с ними IPO. После этого, вот, когда я почувствовала уже силы, что я могу быть сама финансовым директором, я пошла работать в нефтянку. А из нефтянки на КАМАЗ. А на КАМАЗе я уже 7 лет. Это очень много. А по каким критериям, вот вы говорите, я почувствовала в себе силы, что я уже могу быть финансовым директором? Что вы нарастили мышцы, в какой области знаний? Ну, я поняла, что я в казначействе стала разбираться, да. Что я понимаю уже там и в экономике, да. То есть поработав в Солерсе, у них же было несколько промышленных активов. То есть я посмотрела, как это на производстве происходит и так далее. Вопрос ответственности вас не смущал, что на вас будет, что вы за все отвечаете, что вы директор. О, нет. Продолжим после новостей. С нами вдоль я Елена Милинова, заместитель генерального директора, финансовый директор ОАО КАМАЗ. И мы говорим о том, как женщина вообще себя чувствует в таком неженском деле, как ОАО КАМАЗ. Вы, когда переехали, в общем, оказались в центре этого, ну, не знаю, этой компании, этого производства, среди этих людей, там, я не знаю, на Биржно-Челунинских простых работяг, которые вот и тут приезжают, значит, и тут им привозят женщину из Москвы и говорят, вот теперь ваш начальник, слушайте, внимайте. Были какие-то сложности с тем, чтобы, ну, как-то выстроить иерархию, я не знаю, субординацию? Знаете, вот мне кажется, что женщина на работе не должна играть ни свойственную ей, ни женскую роль, да. Несмотря на то, что ты руководитель, ты всегда должна оставаться женщиной. И как женщина, да, твоя роль и с коллегами, и с подчинёнными, это не то, чтобы ими так по-мужски заправлять, да, понукать, а в том, чтобы их мотивировать, да. Я это поняла, когда мне было, наверное, лет 25. До этого я пыталась с мужчинами соревноваться на равных. Я поняла, что эта стратегия поведения, она вообще неэффективна абсолютно, что намного лучше, если ты три раза, да, мужчине скажешь, какой он молодец, как много он сделал, отметишь его успехи, и он в следующий раз сделает тебе в три раза больше, чем если ты будешь давать ему пошаговые указания и контролировать его, да, как мамочка, да. То есть, нет, получается, что так или иначе, вот этими действиями, о которых вы говорите, ты даёшь понять мужчине, что он, ну, всё равно как бы где-то немножечко над тобой, да. Конечно, да, безусловно точно, да. Я считаю, женщина, как только она принимает несвойственную ей роль мужскую, ну, то есть, встаёт над мужчинами или женщинами, она в ту же секунду становится несчастной, потому что эту ношу тащить на себе реально очень сложно. И женщина, она другими инструментами должна управлять людьми. Ну, подождите, но они же на голову могут тогда сесть, сказать тебе, молчи, женщина. Да, и вообще вот здесь вот вы, Паша, вы вообще здесь-то ничего не понимаете. Я знаю, вы нет. Вам, бабам, это всё вообще недоступно, нет? Уважение, оно завоёвывается постепенно. Мужчины, они, конечно, наверное, вначале именно так и думали, но сейчас вот по прошествии времени, я полагаю, в таких ситуациях я всегда брала и делала сама, да. То есть, когда мне человек начинал объяснять, что я не права, не понимаю, как это делать, вот он, как мужчина, смыслит в этом больше, тогда ты только своим примером можешь доказать, что ты была права, и тогда ты, то есть, остаёшься на работе сама и делаешь это за него. Большинству, 99% людей становится очевидным, да? И стыдно. И стыдно, и очевидно, и больше они так не делают. А 1%? Ну, это просто люди, наверное, с которыми я не могу работать. С такими людьми я стараюсь отстраняться постепенно, да, находить для них какие-то другие задачи, других руководителей, которых они смогут уважать. А на КАМАЗ, вот мне интересно, на КАМАЗе существует какая-то, какой-то дресс-код, какая-то форма одежды, которую вы должны соблюдать? Да, существует. Я могу себе позволить наряжаться туда по-женски, краситься, носить драгоценности на работу. Да, я могу наряжаться и краситься, но я думаю, что не стоит мне, наверное, приходить в глубоком декольте, например, да, или там в шлёпках. У нас есть дресс-код, у нас есть кодекс этический, и в нём написано там, какой длины должна быть юбка. Это вызвало такие обсуждения долгие. Серьёзно? Среди коллег мужчин, они, как выяснилось, это очень важно. Глубина декольте влияет на их производительность труда. Но если честно, мне кажется, что в принципе было бы большим плюсом, если бы в некоторые дни в нашей компании можно было бы приходить в свободной форме одежды. В трениках. Ну, может быть, не в трениках, но в джинсах хотя бы. Это, мне кажется, для молодого поколения очень важно. Это даёт им ощущение свободы и творчества на работе. Хотя бы один день должно быть ощущение свободы. Но пока вам не удалось продавить эту инициативу. Ну нет, я уже дискутирую это, наверное, несколько месяцев с нашим HR-директором. Мне кажется, он уже склоняется, готов разрешить. Как вы думаете, что вы внесли в компанию? Какие вы заслуги можете себе поставить в прямую? Галочку, плюсик. В вашей биографии написано, например, что вы внесли большой вклад в информационную прозрачность. У АУК АМАЗ. Что это значит? Ну информационная прозрачность — это прежде всего компания стала информировать инвесторов, банки, акционеров в том формате понятном, который они могут воспринять. Как только я пришла на АМАЗ, конечно, я за год сделала отчетность по МСФО. Мы стали ее публиковать. Дальше мы изменили формат представления нашего годового отчета. Несколько раз мы с ним побеждали. Причем, конечно, мне это все приходилось писать самой. Сейчас я занимаюсь тем, что реконструирую наш сайт, потому что я считаю, что сайт — это лицо компании, и мы не можем позволить себе жить с таким устаревшим лицом. Фейслифтинг необходимо сделать. Соответственно, я встречаюсь с инвесторами достаточно регулярно на всяких банковских форумах. Компания стала доступна. Мне всегда могут позвонить, спросить о каких-то финансовых результатах, уточнить какие-то вещи. Это важно. Это важно. Компания раскрыла, например, своих акционеров. Ни для кого не секрет, кто является нашими бенефициарами. То есть вся вот эта мутность вокруг компании, которая создается некоторыми неясностями в каких-то ее областях деятельности. Мне кажется, что сейчас стало намного лучше в этом смысле. Но не это главное. Главное, мне кажется, главное, что я привнесла в эту компанию, это, во-первых, важно то, что со стратегическим партнером, с Даймлером наши отношения развиваются. КАМАЗ без этого не смог бы преодолеть так быстро технологическое отставание. Это очень важно. К сожалению, оно накопилось, были трудные времена. Сейчас сделать такой мощный рывок без поддержки, без плеча очень сложно. Ну и потом это нормально. Все компании глобальные стали. Все интегрированы в мировое сообщество. Мы уже давно не за железным занавесом для того, чтобы сидеть тут и лелеять какие-то там только собственные разработки. Ну, нужно использовать то, что уже в мире есть, наработано. Бери, то есть используй, сделай лучше это и выиграй на рынке. И бренд остается брендом в любом случае. Да, безусловно, точно. Давно уже война перешла. То есть войну брендов, а не войну технологий в нашей индустрии точно. Вы также сказали, что для вас очень важно, кто над вами стоит, потому что это должен быть человек, у которого есть чему учиться. Чему вы учитесь у вашего директора? Это уникальный социальный лидер. Вы знаете, то есть я каждый день смотрю на то, как он может людей совершенно разных мотивировать, чувствовать. То есть он, с одной стороны, дает большую свободу. Если знаешь, что человек профессиональный, он доверяет ему. И ты, имея эту свободу, можешь творчески реализоваться. Я могу, например, сделать сама программу повышения эффективности, ее реализовывать. Он не будет стоять надо мной и спрашивать за каждую запятую в этой программе. Или там программа реструктуризации бизнеса. Или там, я не знаю, сейчас мы там реформируем систему закупок на команде. То есть у нас вот эта проектная работа, она бесконечно длится. Он позволяет мне творчески это делать. Казалось бы, да, финансы такая нудная вещь, такая скучища. И достаточно понятно, потому что все в цифрах, все конкретно. Но даже в этой профессии есть такая доля большая творчества, если ты к этому творчески подходишь. Потому что финансы — это заход во все процессы в компании. Ты видишь все. Ни у кого нет настолько полной картины мира. И вот Кагогин, он мне прежде всего этим нравится и дорог, да, тем, что он дает мне такую большую свободу и такое большое доверие оказывает. Так же, как и всем остальным. И очень разные люди с разной квалификацией, с разным уровнем интеллекта, не знаю, мировоззрения, возраста. Они все на КАМАЗе работают во многом благодаря тому, что там Кагогин руководит КАМАЗом. Он может найти путь к сердцу от простого рабочего и самого умного директора по развитию нашего. Удивительно. Это удивительно, потому что, мне кажется, это такая редкость нынче среди наших начальников в любых областях. Я просто, мне кажется, это похоже на моего первого босса Бориса Зосимова, который сделал MTV в России. Потому что это действительно был человек, который умел каждому человеку дать понять, что он уникален. И при этом даже особо денег не платить. Там это были еще лохи зеленые молодые. В 90-х годах как-то мы вообще ради идеи работали. Но это было тогда неважно, правда же? Да, важно было, что у тебя есть творческое поле для реализации себя в любых областях. И что этот человек, который тебе позволяет это делать, он тобой дорожит, и он умеет тебя поощрить и похвалить. Вот для меня, например, я вообще человек, которому нужен пряник. Мне кнут не нужен. Меня хвалить, и я горы сверну. Вот-вот. И этого я тоже не встречаю сейчас. А, не встречаю людей, у которых можно учиться чему-то. И, Б, не встречаю людей, которые умеют хвалить. Потому что поругать, в принципе, вообще особого ума-то не надо. Всегда можно побрюжать и найти минусы какие-то. Вы умеете хвалить своих подчиненных? Да, я всегда хвалю своих подчиненных. Я не умею их ругать. Я ругаю так ласково, мне кажется, что они не понимают, что я их ругаю. Но при этом вы умеете их не забаловать. Да, да, это принципиально. А как вы чувствуете границу? Вы знаете, я думаю, что у меня достаточно с ними близкие отношения. Они меня чувствуют. Опять же, давилие. Они меня чувствуют. То есть я знаю, что там достаточно одного моего взгляда. И они знают, что они уже сделали не так. Это очень важно. Так же, как я знаю, что иногда я вижу по взгляду моих подчиненных, что я где-то не права. Мне не нужно этого объяснять. Это тоже очень дорогого стоит. Но это на самом деле, это команда единомышленников. По-другому не может быть. А вот я хотела вернуться к тому, что большинство людей в вашей команде коренные жители на бережной Челнинце. Вам не надо было тащить за собой специалистов из Москвы. А вот у этих людей другой какой-то характер, я не знаю, ментальности, чем у московских ваших бывших коллег. Чем они отличаются? Вы знаете, мне кажется, что там все-таки люди, они... В Москве все хотят как-то быстро добиться успеха. Я не знаю, тут какая-то всеобщая философия какого-то успеха, такого там выражающегося в деньгах, женщинах, я не знаю, в каких-то победах таких вот легких. Там люди для того, чтобы подняться на какую-то ступеньку позиции, работают годами над этим. Они должны действительно потратить много времени, вырасти профессионально. Там не может быть директором казначейства назначен человек, которому 20 лет. В Москве это возможно, вполне. Я не думаю, что это правильно. Я в своей жизни не встречала людей в 20 лет, которые готовы принять коллектив и руководить им. Это невозможно. Всему как бы свое время. То есть получается, что там гораздо более здоровая атмосфера, бизнес-атмосфера. Остаемся в Доле после новостей. С нами в Доле заместитель генерального директора финансового директора ОАО «КамАЗ» Елена Милинова. Лен, вы до того, как мы включили микрофон, и мы с вами болтали о второй части программы в Доле, которая посвящена стартапам, вы сказали, что вы очень любите стартапы, и я знаю, что вы даже сейчас являетесь бизнес-ангелом одного проекта. Расскажите об этом. Да. Вы знаете, это удивительная история. Я, значит, решила купить себе квартиру. В номер в чем? Нет. В Москве. Квартиру в Москве. Решила посмотреть несколько вариантов и встретила, значит, риэлтора, который мне, значит, показывал эти квартиры. Он мне показался очень интересным парнем. И так вот слово за слово, и он мне говорит, знаешь, у меня есть такой интересный IT-проект, я вообще IT-шник, да, сам. И вот он у меня уже почти сделан, но мне там нужно финансирование, в общем, какие-то смешные деньги. Там, может быть, мы как-то могли бы это сделать. Я посмотрела, да, идею. Мне она показалась очень интересной. Это такое как бы посредничество через сети интернет. Филфи называется система. В принципе, мне кажется, что эта идея будет очень легко монетизироваться, да, на этом можно легко зарабатывать. И я согласилась. И самое удивительное, да, сейчас я смотрю, как работы продвигаются. Фактически уже все закончено. Я понимаю, что я не ошиблась опять же, да, в человеке. Это очень важно, иметь чутье на человека. Мне нравится то, как все получается. И сам сайт красивый, да, и идея сама очень так обросла такими как бы нюансами. Изящными. Мне кажется, что это будет популярно. Ну, то есть ваша роль бизнес-ангела, она и в какой-то финансовой поддержке, да? Да, 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 я, конечно. И личным опытом, и вы курируете это все. Мы обсуждали, конечно, с ним там все нюансы, да, этого, работы этого сайта, да, как это должно быть организовано, да. Как сделать так, чтобы людей, которые посредники, их не кидали, да, чтобы им выплачивали комиссию. Это для любого посредника, наверное, основная проблема. Мне кажется, что мы эту задачу с ним решили. И, то есть я ему помогала советом, но я очень редко бываю в Москве. Мы только в Москве можем с ним видеться. И плюс я, то есть, профинансировала, ну, совсем незначительные, наверное, по моим меркам деньги для того, чтобы там разместить этот сайт, там хостинг сделать, там разработки, профинансировать дизайн. Посмотрим, что из этого вырастет. Я совершенно не понимаю, как вы на все находите время, еще и кому-то помогать, и ангельствовать. Вы сказали, что у вас там 8 еще, как минимум, направлений деятельности, включая аэропорт. Ой, вот это мой любимый бизнес. Почему? Вы знаете, мне кажется, аэропорт — это лицо города. Я не могу к нему относиться так, как к нему относились предыдущие владельцы. Мы его, во-первых, не очень давно КАМАЗ купил. И аэропорт такой, ну, очень неприглядный был. Ну, то есть там все было по старинке совершенно. Конечно, то есть я посмотрела, да, то есть что аэропорт может себе позволить. И, в принципе, мы начали инвест-проект. Мы его реконструируем в этом году. И мне очень нравится, как получилось. Опять же, то есть я не стала обращаться к нашим дизайнерам КАМАЗовским. Нашла ребят из Казани, очень творческих, которые сделали просто обалденный дизайн этого аэропорта. Мне кажется, это будет просто уникальный аэропорт. А как так? Выглядит очень здорово сейчас, когда уже это все реализуется, когда уже там ремонт в процессе. Супер просто выглядит все. Как вы нашли дизайнера? Почему дизайнера в Казани, опять же, не в Москве, не в Питере? Вот знаете, я как нахожу таких людей. Вот я пришла посмотреть, у нас построили IT-парк. Прихожу в IT-парк, смотрю и вижу, да, что у нас в Челнах вдруг выросл бизнес-центр класса. Современный, да, со всеми там, ну, с отличным дизайном. С расположениями правильными, да, с инфраструктурой, там, со всеми делами. Я говорю, а кто, кстати, его делал? Естественно, то есть. И вот мне посоветовали вот эту компанию Evolution, и сейчас они сделали нам аэропорт. Мне тоже очень нравится, исключительно талантливые. Молодые ребята такие казанские. И вот таким образом я и нахожу, в принципе, всегда себе партнеров, каких-то новых идей, каких-то там проекты, которые бизнес-ангельствуют и так далее. Но вы говорите, что за время работы в КамАЗе вам пришлось увидеть много разных схем работы и бизнеса, потому что много иностранных партнеров, с которыми приходится взаимодействовать. Опять же, как они относятся к тому, что, ну, практически второй человек на КамАЗе – женщина? Как вам с ними работает? Вы знаете, мне кажется, Даймлер вначале меня очень боялся. Почему? Потому что, мне кажется, в Германии это очень редко, когда женщина занимает такие позиции. Представьте, это было семь лет назад. Мне было совсем немного лет в то время. И они думали, ну, если уж она заняла такую позицию, значит… Это что за штучка такая? Это конкретная штучка. Они с большой опаской сначала со мной общались. Ну, конечно, за семь лет мы стали давно уже друзьями. Теперь они уже, конечно, так меня не воспринимают. Но я надеюсь, что они меня по-прежнему уважают. И для этого не нужно быть такой устрашающей коргой. Но там вам приходится общаться в основном с мужчинами. Да, конечно. То есть это, конечно, мужской мир абсолютно. Женщин там нет. Так же, как и на КамАЗе в топ-менеджменте я одна. Как сказал мне один мой коллега, который сейчас тоже на КамАЗе работает, который принимал участие тоже в уговаривании меня прийти на КамАЗ. Мы думали, ну, придет Ленка, будет сидеть за столом на совещаниях, красоваться. Хоть посмотреть будет на кого. А она тут заворачивает нам гайки. Ну да, но в этом смысле я думаю, что, конечно, есть глазу на ком отдохнуть в процессе каких-то баталий кабинетных. Общение с иностранными партнерами подарило вам какие-то новые знания, новые опыты, новый стиль работы? Безусловно, безусловно. Вы знаете, они причем все очень разные. То есть, ну, однозначно, да, то есть, чему я научилась в общении с ними? То, что ты всегда должен искать выход из любой ситуации, да. Не бывает ситуации, конечно, партнеры всегда там, интересы могут быть разными, да. Один хочет увеличить цену, другой снизит цену. Но в любой ситуации всегда есть некое решение, которое является win-win. И оба партнера будут счастливы от этого решения. Просто его надо все время стараться найти, да. И, конечно, то есть нельзя допускать каких-то вот обид друг на друга, да. Культурные какие-то бывают различия, да. Кто-то там что-то не так друг другу сказал. Недостаточно вежливо. Особенно с немцами что-нибудь. Рассказывать анекдот не в тему фашистов, они обижаются. Периодически сталкиваюсь с этим. У меня родственница замужем за немцев. Мы все время следим за речью. Без зла, без всякого вообще. Даже не без задней мысли, оно как-то генетически выскакивает. Да, сори за отступление. Итальянцы. У нас есть ИСП с итальянцами. Итальянцы, конечно, они намного менее организованные даже, чем русские. Поэтому их культура, она, ну, нам, даже для нас выглядит несколько дезорганизованной. Однако, конечно, то есть общение с ними большое удовольствие доставляет. То есть они настолько эмоциональны. И, в общем, если ты с ними тоже правильно отношения выстраиваешь, то бизнес склеивается. У нас отлично все получилось в нашем совместном предприятии с ними по сельхозтехнике, СНХ, которая. Поэтому так. Каждая нация имеет свои особенности. И русские тоже их не лишены. Я, кстати, недавно вот размышляла, вот что является, как бы, такой вот основной чертой немецкой нации. Да, ну, вот какая такая вот в них особенная какая-то вот суть. И я поняла, к чему немцы, какая вот ценность для них самая важная. Это, конечно, порядок. Да. И, наверное, поэтому, да, там, когда Гитлер им пообещал порядок, причем всемирный, они все за ним выдвинулись. И вот вопрос. А для нас, русских, что самое важное? Отношения. А вот мне кажется, знаете что? Справедливость. Мы всегда ищем справедливости. И, может быть, тогда Ленин, когда он пообещал, давайте все по справедливости разделим, да, он опять же наступил на нашу больную, как бы, точку. Ну, то есть... Вот справедливость для нас самая важная. И если вот... И это и есть наша идеология, да, основная русских. И мы хотим, чтобы кто-то по справедливости все за нас решил. Но только по справедливости. Ну, в общем, хорошо бы, чтобы эти как-то парадигмы вообще немножечко подперемешались, да, и чтобы границы чуть-чуть подразмылись, а то уж больно тяжело иногда. Слишком мы далеки, да, пока. Страшно далеки друг от друга. Неужели у вас еще хватает времени на экстремальные виды спорта? Сёрфинг, горные лыжи? Или это так, в мечтах? Нет-нет-нет-нет, почему? Я целенаправленно провожу каждый отпуск именно вот спортивно. Я считаю, это очень важно переключаться. Меня привлекает, знаете, наверное, все-таки более... Другая тусовка, которая вокруг этих видов спорта есть. У меня даже немного получается. Я не могу сказать, что я уж совсем профан. Конечно, я там не суперспортсмен, но... Другая тусовка, вы имеете в виду? Другая тусовка. Так загорелых сёрферов с вонглевшими волосами. Ой, поверьте, это совсем не правда. Это вовсе не так. Они вовсе не загорелые, не мускулистые. И большинство из них вообще женщины. Но это виндсерфер. Это на Бали. Нет, на Бали. Прям реальный такой... Настоящий сёрфер. Оседловые волны. Да. А ребёнок с вами путешествует? Ну вот в этот раз не поехал, но в следующем году я его обязательно возьму с собой. Я путешествую со своим братом. У меня есть молодой брат, ему 24 года. И поэтому я пользуюсь возможностью. Как это удобно. Следую за ним. Что говорит ребёнок, видя свою работающую маму? Может быть, не так часто, как обычно дети видят маму, которая сидит дома, но видя, что она успешна, что она счастлива, что она рада, и её любят окружающие. Ой, что думает и чувствует. Ему всегда меня не хватает. Не важно, что он думает и чувствует. Он хочет, чтобы мама была только его. Спасибо огромное, Елена Мелинова, ОАО «КамАЗ» была сегодня с нами в доле.